добрый день дорогие подписчики и гости канала сегодня мы будем вязать с вами узор колосок вяжется очень просто сможет связать и начинающая вязальщица вот так он выглядит с изнаночной стороны присоединяйтесь к нашему мастер-классу вяжите вместе с нами оригинальные вещи для всей семьи раппорт узора равен 7 петлям и прибавляется 2 для симметрии 2 кромочные сейчас я буду вязать 4 раппорта получается на 728 плюс 2 для симметрии это 32 петли набираю на спицу обычным способом я набрала 32 петли дальше вяжем 1 установочный ряд кромочную снимаем затем провязываем 2 лицевые 5 изнаночных и лицевые 5 изнаночных 1 2 3 4 5 5 2 лицевые 5 изнаночных 2 лицевые 5 изнаночных 2 лицевые 5 изнаночных и петли для симметрии 2 лицевые кромочная 2 ряд вяжем 2 изнаночные лицевая затем подхватываем 3 петли за заднюю стенку провязываем лицевую делаем накид и еще раз в эти три петли провязываем лицевую провязали 3 из 3 дальше у нас лицевая 2 изнаночные снова лицевая теперь 3 из 3 накид еще одна лицевая 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 3 из 3 накид 4 изнаночных лицевая 3 из 3 накид лицевая 2 изнаночные это был первый ряд узора изнаночный ряд узора кромочную снимаем провязываем 2 лицевые затем 2 изнаночные петли меняем местами с наклоном влево подхватываем первую петлю из двух и меняем местами со второй перед работой так первую петлю снимаем изнаночной нить перед работы 2 провязываем изнаночной затем изнаночная применяем с наклоном вправо петли за работой перемена мест петель идет провязываем изнаночной первую петлю вторую снимаем нить перед работой 2 лицевые дальше меняем петли местами первую петлю со второй перед работой затем первую петлю снимаем нить перед работой вторую провязываем изнаночной изнаночная снова меняем петли местами за работой уже заводим спицу вот вы видите за заднюю стенку поменяли провязываем изнаночную вторую снимаем нить перед работой 2 лицевые изнаночные с наклоном влево первую снимаем вторую провязываем дальше изнаночная меняем петли за работой меняем петли за работой 2 лицевые изнаночная с наклоном влево изнаночная там 2 изнаночные с наклоном вправо 2 лицевые кромочная так вот что у нас получается дальше чередуем эти два ряда и будет узор котов я провяжу еще несколько рапортов высоту чтобы уже была полная картина рисунка я провязала несколько рапортов высоту вот такой вот интересный колосок у нас получается всем спасибо за внимание до новых встреч вот